Это вполне себе взгляд, ну для сильных людей, теория группы это глубоко, то есть видите, первая идея этой диаграммки, она связана и с топологией, с построением комплекса, заданной фундаментальной группой, ну группы петель по умножению, но я не учу вас топологии, потому что по-хорошему я должен был бы это все объяснить, что такое фундаментальная группа, группа петель, пройдем одну, пройдем другую, а что значит пройдем, петля это отображение отрезка 0,1, чтобы концы склеились, а вот у нас есть одно и другое, значит пройдем одну удвоенной скоростью от 0 до 1,2, потом 1,2 досюда, вот мы тоже с удвоенной, а потом, ну мы два отображения, если одно перетягивается в другого, назовем одинаковыми серич-гомотопными, там умножение, но это все стандартный курс топологии, ну собственно не в дубне об этом рассказывать, это же все-таки тут нет никакой экзотики, это стандарт, но вот построение комплексов, это букет окружности, это образующее, ну пройти петлю по каждой окружности букет, а соотношение это клейка диска, вот эти конструкции, как раз, почему это так, ну то, что соотношение, которые, такие соотношения есть, а почему любое то, что там есть, это следствие таких, это некая теорема, это такая теорема Ван Кампена, доказывается в курсе топологии, вот это в каком-то смысле такая диаграмма следует из теоремы Ван Кампена, потому что мы берем этот комплекс и, допустим, какую-то петлю мы можем стянуть, тогда в каждый подклеенный диск серединку гвоздик в объем, тогда процедура стягивания это переброска через гвоздей, и тогда на диске, который стягивает петлю, мы увидим диаграмму, вот это та самая, о которой я говорил, диаграммка и есть, это я говорю, что когда вы будете учить теорему Ван Кампена, а, наверное, ее учить стоит, то надо вот вспомнить про это, что из этой теоремы это следует, ну и кроме того, у меня был проект на летней конференции Тургоров в 2007 году, и там, в этом проекте, ну, был посвящен, там, ну, многопунктовая исследовательская задача за школьников, там у меня доказательства даже написано всего этого дела, поэтому это теорема, сейчас теорема Ван Кампена такая, что, опять я не произношу доказательства этого факта, говорю, что когда вы будете учить топологию, ну, если вы будете учить там топологию, то тогда надо, там будет теорема в курсе, что вот если такое сделать, то будет соотношение, так вот, по сути, из этой теоремы все исследует, в некотором смысле, но можно и прямо комбинаторно так сказать, это, как видите, все-таки несколько глубоких идей, и третья идея, это идея малых сокращений, я говорил, что если, например, константа меньше одной шестой, то каждая штука окружена шестью, семью другими, и дальше есть утверждение, что тогда, по лиме Гринлингера, если у нас есть такая вот диаграмма, условия малых сокращений, то больше половины периметра одного выходит на границу, ну, лима Гринлингера, тогда у нас возникает жадный алгоритм проверки равно ли слово единице, мы пишем слово по кругу, делаем тривиальные сокращения, если а и а в минус первой стоят рядом, вычеркиваем это дело, ну, если от этого оно коллапсирует, то ура, единица, а если нет, смотрим по периметру, можно ли тютельку в тютельку, в тютельку в тютельку, сократить, это я напоминаю, подействовать соотношением и сократить периметр, ответ такой, если да, то сокращаем периметр, ну, а если нет, то ничего нельзя сделать, утверждение, что если нет, то если да, сокращаем периметр, это банальность, утверждение, что если нет, то ничего нельзя сделать, оно содержательное, это глубокое утверждение, и оно следует из свойств малого сокращения, то есть теория малых сокращений, она такова, что в силу Леммы Гринлингера найдется возможность сократить, а если нет возможности, то значит диаграммы не существует, а почему это так, ну, потому что если это все меньше половины, то можно, ну, Лему Гринлингера доказать, ну, близкое утверждение давал на задаче летней конференции турнира городов, ну, не летний, на турнире городов, если мы семью, ну, 1994, кстати, 2016 тоже годится, выпуклый многоугольник развед на семиугольнике, то какие-то четыре стороны выходят на границу, это, я все-таки призываю самим доказать, все-таки, наверное, олимпиадные люди должны такое уметь сами доказывать, ну, и, наверное, правильно так, чем мне у доски решать олимпиадную задачу перед вами, ну, перед вами, это, наверное, не нужно мне это делать, мне лучше сказать, просто, ну, тогда будет понятно Лему Гринлингера, ну, там могут быть несколько доказательств, есть это, вот, и это условия малых сокращений, и, кстати говоря, условия малых сокращений, это прообраз понятия гиперболического группы, Громов, группов, в которых выполнены условия малых сокращений, это частный случай гиперболических групп, геометрические, гиперболические группы, я сейчас скажу на языке топология, это фундаментальные группы пространства с отрицательной кривизной, это можно сказать, что бы это ни было, но это просто, ну, не знаете, что такое кривизна, ну, значит, моя фраза бессодержательная, но ничего страшного, собственно, это, 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 собственно, и следующая идея, это идея гиперболичности, теперь, чтобы дальше двигаться, мне, к сожалению, придется извиниться, потому что все-таки курс по алгебре, а мне придется говорить про неевклидовую геометрию, так что это про другую науку приходится говорить, что, я попробую сказать, что будет здесь, x вен, что, дело в общем, что, допустим, есть тождество x вен равно единице, так, то, то, тождество, давайте я здесь, сейчас, в свете того, что я сказал, я сделаю первый, ну, праху подход к этому делу, ну, вот, есть устная олимпиада, там первый подход, второй подход, ну, там, первый подход лажит, там, второй подход, ну, давайте я вам сделаю первый подход к этому, к этому делу, вопрос, почему, что это интересно, вот у нас есть тождество x вен на равно единице, вот берем два таких слова, ну, если у них, как они могут контактировать друг за друга, есть такие немножечко периодических последовательностей, допустим, у нас есть две последовательности, одна периода m минимальная, другая периода n минимального, если они различны, то наибольший периодический фрагмент, они могут иметь длины m плюс n минус 2, это они могут, но m плюс n минус 1 уже не могут, ну, фрагмент такой, это вот такое свойство периодических последований, это тоже была задача турнира городов, ну, казалось бы, какая ерунда комбинаторика периодических последований, ведь про них же мы все знаем, ну, казалось бы, ну, вот еще содержательная задача, в периодические последовательности совпадают два куска длины n минус 1, тогда начальная буква находится от них на расстоянии к кратным n, ну, если n минимальный период, ну, это содержательная задача, а есть еще трудная теорема, которая есть такая, про периодические последовательности, ну, вот периодическую последовательность можно задавать прямым образом, скажем, а есть, ну, длина периода, можно определить кодлину периода, а именно количество запретов, которыми задается период, ну, например, последовательность a, b, a, b, a, b, немножко про периодически a, b, a, b, задается запретами a квадрат и b квадрат, назовем это антислово, ну, то, что не встречается, и назовем абструкция, это не подслово, ну, каждое его собственное подслово уже подслово, минимальный запрет, но если слово запрещено, то его над-слово тоже запрещено, поэтому такие над-слова нам не интересны, нам интересуют самые маленькие запреты, что сами они запреты, а их подслово уже нет, ну, вот такие, тогда периодическая последовательность, с какими запретами ее можно, ну, если длина n, то n запретов хватит, а можно ли меньше? Ну, вот ответ такой, это номер числа Фибоначчи, не превосходящего n, это вот столько запретов необходимо, меньше нельзя, вот это Петя Лавров у меня там сделал это, потом, немножко позже Богданов и Челноков это сделали, ну, вот это неочевидный факт, что если последовательность периода n, то столько запретов требуется, какой длинный алфавит? Любое число буквы, дело в том, что мы же оцениваем число запретов снизу, но если алфавит длинный, большой, то любая бу, если стремится к бесконечности, то тогда и запретов должно быть много, поэтому утверждение про алфавит никакое, ну, минимальный период, но если одна буква, то запрета вообще не надо, ну, если угодно, это единственное исключение, ну, тогда период один, и у нас ноль запретов, ну, то есть, кроме этого исключения, никаких условий на алфавит нет, но это не тривиальное утверждение, казалось бы, да, что свойства комбинаторика периодических последовательностей вещь любопытная, это кажется, что такая ерунда, как периодическая последовательность, как там буквы в периоде расположены, но вот это вполне себе содержательное утверждение, ну, казалось бы, с какими, как оно задается, потом, что мы, что мы сделали, теперь, ну, вернемся здесь, если два слова имеют большой общий фрагмент, ну, одно период ДН и другого периода ДН, то это означает, что они совпадают, и тогда их можно объединить, и тогда возникает, мы можем вместо ХВН равно единице, мы рисуем круг, отвечающий ХКН. Ну, просто первое наблюдение состоит в том, что если две, два таких штука имеют большой фрагмент, ну, с точки зрения каждого, то вот в силуэты Леммы, тогда они, эти соответствующие последовательности, устроены одинаковым образом, если они контачат, то они, и они контачат по нескольким периодам, тогда вот этот круг можно подправить, среднюю перемычку стереть, и получить большой круг, просто мы рисуем не только такие круги, но и такие круги ХВН, если два таких круга сильно контачат, тогда мы их, ну, эти два пузыря, ну, из двух делаем один, уничтожаем перемычку, то есть такая вот работа идет, это первое, что можно сказать еще, на самом деле, а если нельзя склеить перемычку, что тогда будет, тогда начинает наблюдаться такое явление, что, возможно, если размер у двух, у одного период n, у другого m, то самое больше n плюс n минус 2, если я имею в виду, если у него период, у него период, давайте, да, m плюс n минус 2, период, а длина этого слова, у которого минимальный период n, n плюс k минус 2, давайте так, давайте, не, давайте k и l, n плюс k минус 2, потому что тут n у меня зарезервировано, тогда, что у нас будет, у нас будет, такое явление, что вот такая длина, длина вот этой штуки будет l, длина этой штуки будет k, так, видите, что если l и k более-менее одного порядка, одного масштаба, то l плюс k минус 2, малой и по сравнению с l, n, и по сравнению с k, n, так, ну, если они отличают, если, скажем, n, это миллиард, а l и k отличаются не более чем в 10 раз, ну, я грублю, конечно, это можно поджать и сделать это, но я грублю, то тогда они, их контакт, это маленький фрагмент, с точки зрения обоих, и они ведут себя как малый контакт, как малое соотношение, примерно как то, что я говорил раньше, ну, примерно, а что, кстати, из комбинаторика периодических последований, это вещь тоже важная, и в компьютер сайенс, ну, и где угодно, так что, тут надо тонко изучать комбинаторику периодических последований, то есть, так что, если у нас есть здесь фрагмент, поэтому, если l примерно как k, то малый контакт, и безобразие не случается, но если l, n порядка k, то есть, это значит, что l существенно меньше k, то контакт с точки зрения этого друга маленький, а с точки зрения этого друга он большой, ну, может быть, до половины, ну, там, если больше половины, тогда мы упрощаем слово, все-таки, если у нас есть маленькое соотношение, то мы делаем банальные упрощения, а какой, какой, какова конструкция такой группы? Естественный алгоритм, сначала n-ой степени образующих объявляем единицы, потом n-ой степени попарных произведений единицы и так далее, если мы u, v объявили n-ую степень единицы, не надо объявлять v, u, это мы автоматически сделали, если какое-то слово у нас есть, то мы его упрощаем, его длину, и n-ую степень не самого слова объявляем единицы, а его упрощенного, ну, то есть мы делаем алгоритм согласно здравому смыслу, просто нумеруем слова, каждое слово, которое нельзя упростить, если можно, то упрощаем, и смотрим только те, что нельзя упростить, и в n-ую степень единицы, и так добавляем один по одному, тривиальное утверждение, что группа будет периодической, ну, потому что мы все на свете добавили, это не вопрос, это просто, ну, банальность, это, ну, мы просто взяли, перенумеровали элементы, каждый элемент по одному объявили n-ую степень единицей, ну, и понятно, что по построению группа периодична, а понятно, в чем трудности дальше, что надо доказывать, ну, вот, казалось бы, естественно, алгоритм, на поверхности, алгоритм имени здравого смысла, периодичную, делаем группу периодичной, что бесконечность, в этом-то все еще дело, то, что периодично, ну, например, группа из одного элемента, тоже периодична, но это нам не придаст счастье, или бесконечная группа, понятно, что если n-ка кае-то, ну, вдруг она, и это, абсолютно, содержательное утверждение, небольшой, комментарий к этому утверждению, если эту группу вложить в матрицы, если мы это будем, дело в общем, что, среди, удивительный факт, среди всех конечных групп, с тождеством, x в n-ой равной, единицей, образующими, а1, и так далее, а s, есть группа максимального размера, это, правда, странно, с одной стороны, есть бесконечная группа, при больших n, а с другой стороны, при любом n, среди всех конечных групп, от s образующих, и с таким тождеством, есть группа максимального размера, ну, такое, странное сочетание двух таких обстоятельств, понимаете, что это раз, вот два таких утверждения, которые, ну, странно уживаются, среди всех конечных есть максимальное, а, ну, есть бесконечное с таким тождеством, это значит, что в этой бесконечной группе, если ее гомоморфизмом отправлять в конечную группу, то есть пересечение ядер с таких гомоморфизмом, но если на языке, поскольку я не хочу ругаться на тему, как это называется, универсальной алгебры, абстрактной чепухи, наверное, я не буду эти слова употреблять, они нехорошие, я не буду говорить слово фактор группы, я буду говорить накладываемые соотношения, так вот, собственно, собственно, ну, среди всех конечных есть максимальное, дело в том, что это называется ослабленной проблемой Бернсайда, название идиотское, но оно сложилось, потому что люди думали, что проблема Бернсайда решается положительно, и что на самом деле такая группа конечна, и тогда решили поставить ослабленный вопрос, что рассмотрим, потребуем от группы, что она уже конечна, будет ли среди таких максимальная, и вот это Филсовская премия Зеленого, это вот, собственно, это, собственно, это, собственно, 94-го года, и она была связана с алгебрами Ли, но это отдельная история, но это к вопросу о том, что процедура, отслеживание процедуры следования тождества, это не такое простое мероприятие, ну, то есть, как бы, почему-то-то что-то там происходит, вот, вот, собственно, если бы, было бы условие малых сокращений, то мы бы взяли бы бескубное слово, так? Дописали его по кольцу, так, чтобы оно, чтобы оно не было, ну, на конце, ну, ничего, безобразие не сходило, это совершенно легко, и она у нас большие, тогда никаким соотношением его нельзя было бы упростить, и тогда мы бы победили, а можно взять сколь угодно большие бескубные слова, такие, что одно, но на другое в минус первый, никогда не единица, ну, можно же брать сколь угодно длинный, и нет проблем, если бы, в этой группе было бы условие малых сокращений, то просто, это, то это делалось бы очень просто, слышали про бескубные слова? Есть такая задача, можно ли расставить, алфавит, я даже в матпрос дал, в алфавите, из трех букв, бесконечное последнее, что никакая последнее из букв не повторилась бы два раза в подряд, это трудная задача, но уровни студенческого межнара, ну, наверное, не как такая гробовая, но как на АМС может быть четвертая задача, вот это утверждение, про бескубные слова в алфавите, из двух букв, это задача попроще, это АМС номер два, или номер один, как-то так, моя оценка сложности, я просто в олимпиадных терминах говорю, потому что вам проще воспринимать оценку сложности задачи, ну, в привычных терминах я не говорю, а вот, кстати, бывает бесквадратное слово бесконечное в алфавите из двух букв, а почему? что? из двух букв, бесквадратное слово, а почему, нет, зачем линию вспоминать, что будет, если букв А и Б, может ли поставить, не могут, вот А, то есть для двух не бывает в алфавите из двух букв бесквадратных слов, в алфавите из трех букв уже бывает, и это содержательное утверждение, но в алфавите из двух букв бывает бескубное слово, это упражнение, это такая хорошая задача, вот бесквадратная, кстати, внимание, еще одна задача, которую я давал в математическое просвещение, берем полугруппу, это как группа, только без обратного, с тождеством х квадрат равно нулю, равно нулю для начала, тогда существует бесконечная полугруппа с таким тождеством, в группах нуля не бывает, а в полугруппах бывает, это значит, что любого, квадрат любого элемента равен нулю, берем бесквадратное слово и все его антислова объявляем нулями, так? ну, тривиальная конструкция, в смысле вот этих запретов, когда она ну понятно, про число запретов, здесь оно будет бесконечно, это она не будет конечной определенной, вот эти тоже, та конструкция, которую предложил, это бесконечно определенное, это бесконечное число запретов, вопрос, следующий, мы сделаем, а теперь у нас тождество, x квадрат равно x, такие элементы называются домпотентами, ну, например, 0 такой, единица такая, если у нас, ну, бывают в матрицах E1, 1, ну, матрица, где на диагонали стоит, ну, единица, в каком-то месте на диагонали, остальные места нули, то есть бывают такие, и пускай каждый элемент домпотентен, полугруппы, а число образующих, ну, больше двух, потому что для двух это неинтересно, утверждение, такая полугруппа, конечно, конечно порожденная, домпотентная полугруппа, конечная, казалось бы, какая хрен разница между таким и таким тождеством, взгляните, конечная, ну, конечно, ну, конечно, если бы оно было бесконечно, то и группа была, полугруппа могла бы быть бесконечной, ну, мы берем бу-зет-два, складываем в степени бесконечности, ну, условия конечности автоматически предполагают, давайте, говоря о любом объекте, я буду говорить конечнопорожденный объект, потому что иначе вопросы конечности обессмысливаются, видите, какая, казалось бы, какая хрен разница между таким тождеством и таким, в чем разница? дело в том, что этим тождеством мы можем только схлопывать, а этим мы можем надувать, иногда мы можем действовать в эту сторону, а иногда вот в эту, и вот в ситуации, когда мы можем что-то надувать, иногда мы можем надуть несколько раз, а потом сильнее схлопнуть, Поэтому, нет, это есть в Матпросе, Богданов даже одно решение, я написал, потом есть решение Богданова коротенькое, но это, точнее я дал эту задачу с решениями, а потом дал эту, хотя она вроде бы известна из учебников, но журнальная политика это другое, это просто хочется в задачнике иметь и такую и такую задачу, чтобы был контрапункт. Понятно, чтобы в списке задач, в задачнике было и то, и это, казалось бы, близкие формулировки до противоположной ответы, это содержательная и трудная теорема, это я про, а если в полугруппе такое тожество х равно нулю, то я хочу сказать, что мы с Ильей Ивановым погадаем, построили х9 равно нулю, конечно определенную полугруппу. Которая при этом была бы бесконечна, то есть конечным числом определяющих соотношений создать такое выполнение тожества. Это 160 страниц текста, подано в известие, люди из известия с трудом искали рецензента и целый процесс рецензирования, потому что их интересует ровно проверка корректности доказательства, а не интересность результата, их интересует, чтобы доказательство было корректно. А это 160 страниц текста, то есть как, ну это беда больших доказательств, собственно. Это, кстати, это доказательство используют мозаики типа мозаик Пенроуза. Ну не совсем, не Пенроуз, но там другие, периодические мозаики там. Это отдельная тема, потому что дело в том, что вот такими запретами никогда нельзя создать опериодическую последовательность. Потому что если у нас есть список неприличных слов, то тогда есть бесконечное слово без неприличных слов, то есть бесконечно-периодическое слово без неприличных слов. Потому что пусть N максимальный размер неприличного слова, тогда есть фрагмент СУЦ, где длина слова С равна N. Так, ну если N размер слова, тогда можно сделать периодическую последовательность, неважно. Так, поэтому, поэтому должны быть соотношения U равно V. Они неприятные, потому что можно действовать и в обратной стороне, то есть надо проверить, что все это будет, что это не схлопнется. Вопрос, 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 теперь какой тут? Ну, может быть, я про это еще скажу, что идея такая, что если бы у нас были бы, были бы не элементы полугруппы, а мозаика на плоскости, запреты не только справа-слева, а сверху-снизу, тогда можно было создать систему запретов, обеспечивающую непериодическую последовательность. Ну, есть мозаики, есть плитки, которые можно уложить в мозаику, но только периодическим образом. Поэтому, если мы могли бы умножать слева-справа, сверху-снизу, то тогда такая конструкция, то можно было сделать. Но мы почему-то умеем только слева и справа умножать. Ну, значит, надо сделать мостик в геометрии, собственно. Ну, вот, то, как построен этот мостик, ну, собственно, этот мостик строится, а потом доказывается, что он работает, потом доказывается это, это, это. Ну, вот, собственно, принцип такой того построения этих. То есть, на самом деле, хотя задача построить полугруппу конечным числом соотношения x9 равно 0, это выглядит как чистая алгебра, но, на самом деле, это задача по геометрии. Просто, что тоже кажется странным, что вот задача по алгебре, она уходит в геометрию. Давайте вот здесь, здесь мы тоже имеем геометрию. То есть, контактное правило, то есть, два соотношения близкой длины не могут сильно контактировать. Так? Это вот, ну, вот, в силу вот этой лемы. А большой длины могут. Тогда у нас такая ситуация. У нас имеются маковые зернышки. Между собой они не могут контактировать. Так? Ну, маковое зернышко почти до половинки может залезть на границу вишенки. Вишенки тоже не могут друг с другом контактировать. Ну, потому слабо контактируют, потому что у них размер близкий. Но вишенка может почти половина контактировать с апельсином. Цитрусовые тоже слабо между собой контактируют всякие апельсины, грейпфруты, лимоны. Но почти половина грейпфрута может залезть на границу арбуза. И так далее. То есть, вот такая картинка там разворачивается. Я просто геометрически хочу сказать, что происходит в геометрическом смысле. И вот с этим, и вот какой подход состоит в том. То есть, сначала ягода сортируется по рангам. Первая вещь – это сортировка ягод. И ягоды одного ранга слабо контактят между собой. А сильно контактить может ягода предыдущего ранга по половине своего периметра. Ну, даже чуть-чуть меньше, чем половина своего периметра. Потому что N нечетная. Если N четная, то тогда зловредна, потому что может ровно наполовину. Поэтому четный случай зловредный. А нечетный случай, чуть меньше, может ягоды. Поэтому там устроено первое дело – это сортировка ягод. Первое начало доказательства. Потом, после того, как ягоды отсортированы, это называется индукция по рангу. И в первом ранге, когда мы берем первый ранг, то есть только маковые зернышки, то все прекрасно, все, что я сказал, прекрасно проходит. Если мы смотрим такие соотношения, что они не контактят между собой, то есть если мы берем длины, xvn равно 1, и длины, скажем, ягод у нас будут от 1 до, условно говоря, N на 7, ну я имею в виду, сколько-то там будет, то тогда мы накладываем эти соотношения, применяем лему Гринлингера, и все то, что я говорил, превосходно проходит, и такая группа оказывается бесконечной. Ну просто в силу, то есть бескубной последовательности, стенд большой, бескубную вообще легко строить, особенно когда алфавит большой. Все строим такие, что одна на другая в минус первой тоже бескубная, мы значит берем слова, что если записать по кругу, такими соотношениями не упростить, а у нас малые сокращения, Гринлингер, все прекрасно, группа бесконечна. Это для случая ранга 1, ну по крайней мере мы как-то продвинулись, а уже дальше, а что делать, если ранга 2, ну самое главное понять случай ранга 2. Вот у нас есть маг, а есть вишня. Давайте мы посмотрим на это вдалеке. У нас имеются, ну я геометрически попробую рассказать, что происходит. У нас имеются вишенки лежат. Давайте пускай мы посмотрим слегка подслеповато. Мы маг не видим, а вишню видим. Ну вот, что мы тогда видим? Мы увидим вишенки и что-то там, какие-то точки между ними. Нам надо проверить, что, как могут между собой контактировать вишни. Вот две вишни. Ну напрямую они могут только слабо контактировать с вишней, но может случиться так, что вот у нас вишни, а между ними слой мака. Вот у нас есть булочка, в булочке есть вишенки и мак. И вот две вишенки, конечно, контактировать не могут, но две вишенки могут контактировать, если между ними прослойка из мака. Ну такое можно ожидать. Вот такая картинка возникает. Ну понятно, что если бы и хочется доказать, что вот такие контакты, они маленькие. Ну я говорю, разумеется, а почему такие контакты маленькие? Тут есть, ну а потом мы можем как бы нарисовать только вишню. Ну там, то есть если у нас граница, если граница проходит только по маку, то там будет больше половины макового зернышка и можно сократить. А если вишни слабо контактат, то можно по вишенке мы можем тоже сократить. То есть хочется разобраться, как вишни могут контактировать. Институт помогает следующее соображение, неожиданно. Какие могут быть прослойка между двумя вишенками маком? Вот надо разбираться вот с тем, как две вишенки контактат, а между ними мак. Так, собственно, это тут-то и нужно понимание гиперболической геометрии. Дело все в том, вот у нас есть вишенка и у нас слой мака. Так, допустим, у нас следующий слой мака на этой вишенке. Второй слой мака. Что можно сказать про количество маковых зернышек здесь и здесь? Как они отличаются? Кто-нибудь может угадать? Ну вот, нас интересует, вот как вишенка может быть маком окружена. Ну вот у нас есть первый слой мака, а вот слой, который окружает первый слой. Как, что можно примерно сказать о сравнении количества мака здесь и количества мака здесь? Нет, он будет в почти что в сто раз больше, чем первый. И поэтому через два слоя вишенки не могут контачить, потому что тогда, если они контачат через два слоя мака, то эта хрень будет в сто раз больше этой, а эта хрень в сто раз больше этой. Поэтому, ну, на имя виду, если пренебречь граничными эффектами, то есть, ну, через череву, конечно, вот так-то они могут, но имею в виду, но длинно они не могут, поэтому две вишенки могут контачить только через один слой маковых зернышек, а не через два. И это обстоятельство необычайно приятное. Понятно, почему приятно? Понятно, что контакты у нас не абы какие. Внимание. То есть, я сказал некое утверждение, которое вы, ну, не синтуичили. А почему не синтуичили? Не потому что плохие, а потому что, не знаете, гиперболической геометрии. Потому и не синтуичили. Что вот у нас есть две вишенки, и контакт может происходить только по одному зернышку, потому что они раздуваются. Давайте я, вот это некий геометрический принцип. Это, то есть, при раздумии над задачами возникает новая идея. Не понимаю, ну, вот зачем людям писать олимпиады? Казалось бы, ну, шахматная доска с удаленными углами, если человек работает экономистом, вряд ли ему встретится. Так ведь? Или там что-то еще там. Что-то из евклидовой геометрии или еще чего-то. Ну, почему же куча народу такого рода задачи решает? Им что, делать нечего? Ну, вот, собственно, вопрос. Ну, собственно, зачем все это нужно? Наверное, не потому, что это будет, что эта хрень будет. Что будет дальше? Вот этот принцип, он сам по себе интересен и важен, безотносительно этой задачи. Просто принцип устройства невклидовой плоскости. Просто, ну, это называем невклидовой плоскости, это если Борхеса, сад расходящихся тропок. Ну, давайте я скажу, что вот если на сфере круг раздувать, то он раздувается-раздувается и до бесконечности не раздувается, он ограничен. Ну, это, конечно, не открытие, это факт, как говорится, ну, а как иначе? На сфере, на плоскости, площадь круга растет, ну, квадратично от радиуса, ну, а периметр линейно. А на невклидовой плоскости и площадь и периметр растут экспоненциально. Вот, что я хочу сказать. Это свойство невклидовой плоскости. Есть такое явление, но мы на нее смотрим не с непрерывной, а с комбинаторной точки зрения. Ну, давайте пару слов про непрерывность, про невклидовую плоскость. Ну, может быть, наверное, мне вам надо сказать про то, что такое, поэтому я сейчас, наверное, немножечко, я сказал, зачем нам надо изучать невклидовую плоскость, я это обозначил, этот эффект. А теперь, что такое невклидовая плоскость? Собственно, чтобы, ну, конечно, потом надо разбираться с апельсинами, вишенками и маком, с тремя рангами, но, в принципе, главное понять два ранга. Ну, то есть, первый шаг понять один ранг, потом надо понять два ранга, потом, собственно, три ранга. То есть, это, но понимание ранга, это понимание устройства невклидовой геометрии, а это полезно безотносительно построения этого монстра. Но все-таки мы же, благодаря вот этому, становится вот интуиция на плоскости Лобачевского. Давайте сейчас сделаем. Собственно... Так вот, ну, теперь следующее. Что не... что... попробую сказать, что это такое. Ну, на невклидовой плоскости все устрою... что такое невклидовая плоскость? Вот мы берем точку, и через точку можно провести две прямые, не пересекающиеся данной с прямой L. Так? Я сейчас рассказываю про невклидовую плоскость, естественно, я ничего не доказываю. Есть очень хорошая книга Ширкова, «Краткий очерк геометрии Лобачевского». Советую прочитать, потому что те книги, которые есть, того же Праслова, они... Вот почему они неправильные, эти книги. Там начинается с модели Кейли Клейна. Она бабах, ну, и возникает как некий объект. А Ширков, она старая консервативная книга, но там вырастает из аксиом невклидовой геометрии. И прочитав это, вы разобьете свою интуицию. Дело тут не в том, чтобы формально проверить строчкой за строчкой непротиворечивость невклидовой геометрии. Это сделать несложно просто. Но главное, не будет понятно, с какой такой стати возникает там модель Кейли Клейна или там модель Пуанкаре и прочее. А невклидовой геометрии – это важная часть математической культуры. Важно не формально выучить, а какую-то развить интуицию. Поэтому я советую тоненькую книжку Ширкова про краткий очерк геометрии Лобачевского. То есть книжка старая, но, разумеется, то, что там есть, можно изложить на двух-трех страничках. Не вопрос. Взять модель Кейли Клейна, взять внутренность круга, взять корды прямые, взять логарифм двойного отношения расстояния, проверить аксиомы. Не вопрос. И сказать, что там-то так-то, так-то и так-то. Но это неправильно, потому что тогда неевклидовая интуиция ломается. А потом, если человек работает в геометрии, в топологии, в каких-то вещах, это недостаток неевклидовой интуиции распадается. То есть я бы, пока я вам, поэтому я сейчас говорю о неевклидовой интуиции, а не о наборе формальных доказательств того, что такое неевклидовая геометрия. Ну, опять-таки, ну что же делать? Рассказ про алгебру, а я вынужден уйти в геометрию, да еще и не в клеевую геометрию. Какая там, казалось бы, причем тут проблема Бернсайда и не в клеевую геометрию. Вот падишь ты. Вот мы начинаем наклонять. Есть крайнее положение прямой, самое крайнее, когда при таком наклоне еще немножечко оно пересечет, а сейчас нет. Теперь здесь, с другой стороны. Вот этот угол называется углом параллельности. Вот эти прямые сходятся, они стремятся, их расстояние стремятся к нулю. А вот эти прямые расходятся, расстояние между ними стремится к бесконечности. Ну, почему стремится к бесконечности? Потому что надо вот этот угол пересечь, и вот это расстояние стремится к бесконечности. А как доказать, что такое расстояние стремится к бесконечности при угле альфа? Если бы альфа было бы 180 градусов, то это следовало бы измеравенству треугольника. А если альфа один градус, то его можно 180 раз отразить. А если альфа корень из двух градусов, то воспользоваться монотонностью. Потому что если один градус стремятся к бесконечности, то корень из двух градусов тоже стремится к бесконечности. То есть там идут всякие игрища аксиоматические. И вот возникает такая картинка. Эти сходятся, а вот эти расходятся. То есть это геометрическое. А вот общий перпендикуляр прямых, это вот эти расходятся в обе стороны. Вот такая картинка есть. И это стремится к нулю. Какие бывают пучки прямых? Ну, на плоскости пучки прямых бывают такие. Это вот такой пучок прямых и пучок параллельных прямых. Не в клиновой плоскости бывают пучки трех родов. Это пучок первого рода. Ну, который старый нашей знакомый по плоскости. Так? Ну, я не буду его комментировать. Это так же, как и на плоскости. И так же, как и на сфере. Прямая это большой круг. Пучок прямых это те, что через одну точку проходят. Пучок прямых второго рода. Это если мы берем центр пучка первого рода, уносить на бесконечность. Это получается пучок параллельных прямых. Его можно... А на неевклидовой плоскости есть пучок прямых первого рода. Есть пучок прямых второго рода. Те, которые сходятся к одному концу. И есть пучок прямых третьего рода. Это пучки перпендикулярные прямой. Кстати, а почему на плоскости мы не вводим пучок второго и третьего рода? Почему на плоскости? Что на... Одни и те же. Потому что множество прямых перпендикулярных данных и множество параллельных прямых, ну тех, кто... Это одно и то же. А на сфере, почему мы не вводим пучок прямых, ну второго рода мы не можем ввести, почему не вводимся третий род? Что такое пучок прямых параллельных данных, перпендикулярных данной прямой? Да. То, что перпендикулярно экватору, то проходит через полюс. То есть на сфере это одно и то же. Ну понятно, пучки прямых. На неэвклидовой плоскости эти пучки прямых уже не одно и то же. На модели Кэлли Клейна это звучит так. Вот пучок прямых первого рода. Угадайте, что это означает, что если прямая хорта. Вот пучок первого рода. Что такое пучок прямых второго рода? Это второй род. Вот так. А что такое третий род? Когда только пересеченят, нет? Да. Совершенно верно. На модели Кэлли Клейна именно так. Это ровно то и есть. Это пучки прямых. Ну, это третий род. Это то же самое, что перпендикулярно прямой. Ну, там. Вот. Называется поляритет. Собственно, это, 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 собственно, собственно, так что это третий род. Теперь, с пучком прямых первого рода можно связать линию, называемую окружностью. Так? Мы берем точку и размножаем ее симметриями относительно этих прямых. Ну, извините, ну, я, мы, не спеша, мы, я просто говорю про образный строй не в клидовой геометрии. Советую прочитать книгу Ширкова. Не полениться, она там не навороченная, там нет много умных там определений, там. Ну, там просто выращивается, ну, она написана для школьников, там просто выращивается образный строй. Вот, понаклоняем прямые, поисследуем, возникает такая и такая картинка, потом вот возникает такая картинка, возникают такие формы, вот такие. Вот мы на наивном виде это выбираем, но мы при этом, потратив, казалось бы, прочитав больше страниц, мы создаем себе геометрическую интуицию. Поэтому я очень советую книгу Ширкова, ну, не в целях усвоения набора теорем, а в целях развития внутренней интуиции. Это я из этих соображений. Так вот, это кривая окружность. Есть кривая, размножим точку относительно симметрии, относительно прямых второго рода. Мы получим прямую на плоскости перпендикулярную данную. Так, а на сфере это получается, на невклидовой плоскости, это получается орицикл. Это если у окружности центр уносить на бесконечность, окружность через нас проходит, а центр уходит на бесконечность. И эта кривая называется орициклом, вот проходящая. И, наконец, если брать кучок третьего рода и размножить точку относительно них, то возникает эквидистанта. Это геометрическое место точек, равноудаленное от данной прямой. Правда, почему-то в школьном курсе геометрии такого определения нет. Нет, геометрическое место точек, равноудаленное от данной прямой. Почему-то таких определений не дают. А, кстати, сказать, в сферической геометрии такое определение дать можно. И это будет, понятно что, это будет, если прямая экватор, то это будет параллель. И она, конечно, не будет прямой, кроме расстояния 0, кстати. Кстати, это называют, эквидистанты есть и на окружности, на сфере. И она не совпадает с прямой. Вот на плоскости эквидистанты прямая совпадают. Это вот, нас будет, конечно, интересовать пучок прямых второго рода и орицикл. Что такое, вот что сделал Лобачевский, сейчас покажу. Вот у нас имеется орицикл, пучок сходящихся прямых. И вот у нас имеется две концентрические дуги орицикла. Так? Ну вот, два концентрических орицикла. Мы вот взяли эту точку, размножили относительно симметриями этого пучка, и эту размножили, получается два орицикла. Пух. Вот у нас два орицикла. Что будет с ними? И мы пускай у этого длина Л1, у этого длина Л2. Расстояние H. Нам надо узнать, как Л2, это как функция, от Л1 и H. Чтобы из соображений симметрии, если это нарезать на равные части, то это тоже будет нарезано на равные части. Поэтому Л2, это и есть Л1, фиотаж. Ну, фиотаж давайте обозначу. Так? Теперь дальше. Пускай H1 равно H2 плюс H3. Поскольку сдвигаем, есть параллельные переносы, преобразования, то можно сказать, что чему равно фиотаж 1, угадайте. Что можно предположить? Из-за этого следует, что фиотаж 1 равно фиотаж 2 на фиотаж 3, потому что при сдвиге на H1 это меняется фиотаж 2 раз. А здесь меняется фиотаж 3 раз. А поскольку все симметрично, то это, ну, понятно? Вот такое функциональное уравнение. Дальше мы предполагаем непрерывность. И сразу получается, что это экспонент. Что наша функция L2 равно L1, E в степени KH. Ну, можно пишут H на R, где R радиус кривизны не в клейдовой плоскости. Кстати, так Лобачевский ввел современное определение понятия функции, изучая два концентрических орицикла. Современное понятие функции принадлежит середине XIX века. Я не к тому, чтобы преподавать шестиклассникам понятие функции, или семиклассникам это, исходя из двух концентрических орициклов и соотношения длин. Оно было так придумано, но методисту это полезно знать. Ну, конечно, не знает так, потому что тут у Ньютона была величина. У Ньютона было... что делал Ньютон? У него была одна величина зависит от другой. А функция... мы должны рассмотреть множество всех зависимостей, и из них выбрать ту, которая нам нужна. То есть решить функциональное уравнение. То есть когда понадобилось по делу решить функциональное уравнение, тогда и появилось понятие функции. И это понятно, что для преподавания важно понимать трудности. Казалось бы, какая разница? Зависимость функции, ну, как у Ньютона, или из всех законов мы выбираем тот, который нам надо. И тогда функция по делу. Ну, это такой исторический момент. Что дальше? Это означает, смотрите, что... Ну, я про Ньютон, что вот у нас имеется дуга. Мы пройдем путь H. Это будет E в степени H. Ну, там, умноженное на L. Так? Вот эта длина будет длиннющая. Так? Теперь, ну, рассмотрим круг радиуса H плюс L. И все это безобразие будет внутри этого круга. Так? Из неравенства треугольника. Из этого более-менее следует, что длина дуги окружности растет экспоненциально. Это вот просто, ну, вот я вам сказал, вот, казалось бы, важно же не просто знать определение, но иметь геометрическую интуицию. Ну, зачем нужно много олимпиадных задач, чтобы развить определенную интуицию в элементарной математике? Здесь то же самое, развить геометрическую интуицию. И вот на самом деле длина периметра растет экспоненциально. Сад расходящихся тропок, неевклидовая плоскость. Теперь, была проблема Гильберта не в списке проблем, а эту проблему Гильберт поставил дополнительно. Доказать, что неевклидовую плоскость нельзя вложить в евклидовое пространство. Ну, глобально вложить. Объяснение, почему Гильберт так предположил. Мы берем круг радиуса R. Площадь будет экспонента от R. То есть, тряпка очень большая под площадью. И эту тряпку надо запихнуть в куб радиуса R. Тряпку экспоненциальной площади надо запихнуть. Ну, ясно, что она должна смяться или самопересечься. Ну, не ясно. Естественно, ожидать. Но это естественно, ожидать хорошо превратить в строгое доказательство. Что эта тряпка экспоненциальной площади, запихнутая круглая тряпка экспоненциальной площади, ну, без самопересечений, в пределе не запихивается в куб, ну, с линейным ребром. Вот, собственно, причина этого явления, почему не вкладывается. Как это явление рассказать? Теперь, это я сказал чисто геометрически. А теперь давайте комбинаторное скажу. Что вот у нас имеется паркет из, ну, шестиугольников, например. Понятно, что первый слой будет 6, ну, там второй слой будет сколько? Ну, можно посчитать, так? Ну, какой второй слой? Вы можете посчитать. Ну, сколько-то там будет, наверное, 12. Ну, мне кажется, потом их немножечко добавляется. Что? Ни в коем случае. Ой, какое делиться на 6 должно. И будет больше. Значит, самое маленькое будет 12. А дальше будет 18. Ну, вот будут слои вот так расти линейно. Ну, для квадратов. А что будет, давайте, на плоскости? Вот мы берем паркет из, давайте, правильных, правильных, ну, давайте, десятиугольников. Так? Ну, первый слой, конечно, будет, у нас будет, допустим, десятиугольники по 3 сходятся. Первый слой будет, конечно, 10. Так? Ну, я... Что будет второй слой? Второй слой. Здесь будет десять этих штучек посерединке, так? А между серединкой, тут у нас 10 минус 3, это 7 минус 3, это 7 минус 4 минус 5, это 5. То есть, от каждой этой будет торчать еще 5 хреней, так? Ну, 5 хреней. То есть, их уже будет уже 10 плюс 50, то есть 60 штук. Давайте посмотрим на третий слой, вот этой самой будет. Третий слой будет, вот, по периметру стоят 60 десятиугольников. Ну, вот, на границе между ними впихивается 60, так? На границу впихиваются 60, так? А между ними еще будет 5 х 60, то есть их будет уже 360. В следующем слой их будет еще в 60 раз больше, так? Нет, 60 умножить на 6, и еще в 6 раз больше, ну, то есть 360 умножить на 6. Ну, сколько там 36 на 6? Ну, 1800, 2160, видите? Уже слоев мало, но вот паркет на невклидовой плоскости есть паркет с правильных десятиугольников по 3 в каждой. И следующий слой в 6 раз больше их, чем в предыдущей. То есть это, ну, как это увидеть, что радиус, что площадь круга растет экспонициально, ну, извините, воистину экспонента. Вот как устроена эта самая штука. А теперь посмотрим на обратном про маковые зернышки. Вот у нас есть слой из маковых зернышек, так? Вот они немножечко друг друга касаются, немножечко. А следующее, мак, чтобы обслужить вот эту хрень, нужно много-много-много маковых зернышек, так? 100 штук, ну, там, если это. И здесь 100 штук, так? Что маковые-то зернышки друг с другом плохо контачат. Поэтому их количество в следующем слое будет в 100 раз больше, так? Поэтому если слоя 2, то они не могут друг с другом контачить. Почему один не может контачить со многими внешним слоем? Дело в том, что 2 маковых зернышка, они контачат слабо. Поэтому вот у нас есть слой маковых зернышек. Вот слой маковых зернышек. Сюда мы можем впихнуть только одно, так? И не просто можем, но как бы обязаны впихнуть, так? И сюда. А сюда нам надо много-много-много запихнуть. И вот такая невыпуклость невозможна. Потому что гринлингер запрещает. Потому что тогда у нас, ну, вот такая хренота с маковыми зернышками. Они мало граничит. И вот это вот. Это быть так нельзя. Потому что так, понятно, так нельзя. Потому что тогда, ну, там какое-то маковое зернышко больше половины будет граничить с этим. А этого не бывает. Поэтому тут все устроено выпукло и монотонно. Поэтому вот этот следующий слой будет, ну, если мы экспоненту большую, мы не будем ее оптимизировать. Видите, там, наши расходы, сокращение, больницы, школы. Мы будем просто, мы щедры. У нас жирное время. Так что, так что, здесь будет в сто раз больше, чем здесь. А теперь понятно, почему не может быть двух слоев маковых зернышек между вишенками. Потому что тогда это, это в сто раз больше, чем это, а это в сто раз больше, чем это. Ну, это как? Собственно, поэтому единственный способ граничить двум вишенкам, двум вишенкам, это через один слой маковых зернышек. Если у нас есть апельсины, да, и если мы скажем, что когда кладка из маковых зернышек из вишенок, грубо говоря, устроена так же, как кладка из маковых зернышек, то тогда у нас вот апельсина, между ними слой в одну вишенку, а между вишенками и апельсинами слой в одну зернышко. То есть картинки только такие. И только благодаря таким картинкам, собственно, с задачей можно справиться. Чтобы справиться с задачей, нужна интуиция по части неэвклидовой геометрии. То есть я вам, ясно, что я вас не могу научить неэвклидовой геометрии, не потому что я такая бяка, а потому что для этого хорошо бы не спеша разобрать месяц. И, к сожалению, это действительно нужно не спеша. Был император Август, который говорил, поспешай медленно. Ну, почему я призываю ее изучить медленно? Она везде всплывает, она вещь фундаментальная, она создаст интуицию, позволяющую в жизни решать задачи. Лучший способ видеть интуицию – прочитать книжку Ширкова. Она легкая, она хорошо и красиво написана, но она, правда, старенькая, ей 80 лет, ну, так что ж, могу сказать, ну, написана в то время. И важно еще, кроме знания, еще и понимать, как она устроена. Вот эти самые правильные многоугольники, как устроены эти самые мозаики на неэвклидовой плоскости. Что это шаг, что это все расходится. И это такая базовая вещь. Так что, а то, что меня выбертишивает за секунду, вот хлоп, логарифм двойного отношения, есть там расстояние. Это неправильно, по-моему, потому что, нет, я знаю модель Келли Клейна, но, собственно, или еще что, в Олимпиадах. В Олимпиадах людям куча подборка задач, посвященная поляритету, так? Ну, куча, куча. А то, что поляритет связан, например, вот это пучок, а вот это, на самом деле, полярное соответствие, это пучок прямых, вот это та прямая, к которому они все перпендикулярны. Ну, что это имеет поляритет, вот такое вот значение, ну, идейное значение, или еще через псевдоскалярное, это людям не делают. Люди, ну, урешали кучу задач, но не в кридовой геометрии, она не выполняет народохозяйственные функции подготовки к Всероссийской Олимпиаде, а также и к Межнару. В результате у людей недоразвита интуиция в геометрии, собственно, а это какая-то часть культуры, часть понимания. Кстати, она и полезна для Олимпиад, это просто глупый утилитаризм, это, если у человека все наборы мыслей, образов сложился в теоретическую картинку, что вот это связано с ней в калейдовой геометрии и с псевдоскалярным произведением и прочее, то это вызывает интерес, развивается внутреннее поле, образов, и человек эффективнее решает задачи, чем если, ну, там, подборку, там, задач, там, понятно, это, ну, это я рекламирую не в калейдовую геометрию, которой я это сказал, а дальше надо будет разбираться с диаграммами примыкания, но, наверное, я убедил, я сказал еще один аргумент в пользу того, что это глубокая задача, потому что, потому что размышления над ней приводят к геометрическому пониманию, так? Ну, зачем это заниматься? Ну, я же должен, ну, зачем люди пускаются во все тяжкие, там, ну, вопрос, ну, вот, что дала человечеству эта задача? Ну, я сказал, вот, по нему, например, такое вот понимание неевклидовой геометрии, хотя задача по алгебре. Спасибо.